Девушки отдыхают Не понимаю, почему в данном автомобиле люди видят только минусы? Минусы ведь есть у каждого автомобиля. Думаю, стоит рассказать людям про его достоинства. Достоинства. Все, спасибо. Сдачи не надо. Приветствую вас, друзья. Сегодня у нас на обзоре будет самый обсуждаемый компакт-кроссовер из Японии. Это Toyota Race. Встречайте. Ну что, друзья. Из страны восходящего солнца к нам на обзор сегодня попал вот такой вот удивительный, красивый и уникальный автомобиль Toyota Race. Этот автомобиль новинка. Не новинка, в принципе. Он не выпускался с 2023-2024 года. Этот автомобиль выпускался с конца 2019 года. А это означает, что эти автомобили стали проходными. В возрасте от 3 до 5 лет таможенная ставка на данный автомобиль очень маленькая. Примерно 150 тысяч рублей. Вдумайтесь в эти цифры. Очень выгодно сейчас заразить такие машины. В чем соль этого автомобиля, вы узнаете из этого видео. Будет очень интересно. Поэтому погнали. Этот автомобиль новинка на нашем рынке. И, соответственно, возникает очень много вопросов у потребителей. Ведь ко всему новому мы привыкли относиться с опаской. В чем же соль? Соль в том, что у этого автомобиля всего лишь 3 цилиндра и литровый двигатель. Литровый, но у него есть изюминка. У него есть турбонагнетатель. Соответственно, здесь будет что-то интересное. Ранее, 3 года назад, примерно, мы предсказывали этому автомобилю очень большой успех в продажах на территории Российской Федерации. Так и произошло. Современный, красивый, технологичный автомобиль сейчас стоит перед вами. И это примерно 20-я машина, которую мы завезли с Японии для наших клиентов. И теперь немного предыстории про данный автомобиль. Как странно не звучало бы, но концепция данного автомобиля принадлежит совсем другой фирме. Эта фирма называется Daihatsu. Именно эта фирма представила на токийском автошоу в 2019 году данный автомобиль под названием Daihatsu Rocky. Следовательно, в последующем, через один месяц, Toyota представила конкретно данный автомобиль на этом же токийском автосалоне. Но этим странности не заканчиваются. У этого автомобиля есть еще третий брат-близнец, и его называют Subaru Rex. Кроме всего вышесказанного, у этого автомобиля также еще есть четвертый брат-близнец, и он не японец. Это малазийский автопроизводитель Peroduo Ativa. Модель называется Ativa, марка Peroduo. Почему так происходит? Потому что именно Daihatsu владеет 25% акций этой компании. Соответственно, этот автомобиль представился и на малазийском рынке тоже. Итак, какие же технические характеристики у данного двигателя? Данный двигатель литровый, турбо, 1KR-VET, три цилиндра. Также этот автомобиль имеет передний привод, конкретно данная модель 4WD. Соответственно, мы находимся здесь в таких красивых местах. Можем ездить по небольшому бездорожью. Как раз для таких целей существует и полноприводная версия. Она немножко дороже, кстати, на японском рынке. В данный момент еще есть на японском рынке автомобили с его двигателем 1.2 литра. Турбо и гибрид версия. То есть обычная бензиновая версия и гибридная версия. Они сейчас не проходные. В 2021 году в конце они начали выпускать эти модели. Посмотрим, когда они будут проходными. Мы будем массово их завозить. Комплектаций у этих автомобилей несколько. Перед вами представлена максимальная комплектация. Называется она комплектация Z. Что характерно данной комплектации, мы будем сейчас вам именно показывать в рамках этой комплектации. Чем она нафарширована, что у нее есть и тому подобное. Характерные черты колес на данной комплектации. Колеса здесь 17 размера. Нас попросил клиент установить сюда зимнюю резину. Мы переобули. И поставить лобовое стекло. Что-то мы отклонились немножко. Давайте по порядку. Здесь на автомобиле есть круговой обзор. То есть камеры кругового обзора. Они здесь по бокам в зеркалах. Есть спереди, есть сзади. Дальше у нас бесключевой доступ. Клиренс у автомобиля 185 мм. Освещение у нас диодное. Что спереди, что сзади. Это все характерно именно Z комплектации. Смотрите, как выраженно подчеркивает брутальность этого автомобиля этот бампер. Рыбий рот очень похож. Здесь также у нас есть парковочные сонары. 7 секций. У более простых комплектаций здесь 5 секций идет. Клиренс 185 мм. Соответственно, при парковках на бордюрах он не будет ничего на них наезжать. Этот автомобиль очень высоким клиренсом. Очень все тут нормально, хорошо сделано. Что касается тормозной системы на этот автомобиль. Спереди у нас дисковые тормоза, сзади барабанные. По подвеске у нас получается спереди независимая стойка типа Макферсон. Сзади полузависимая торсионная балка. Здесь у нас есть, имеется повторитель поворотников, датчик слепых зон, бесключевой доступ. А, кстати, что я вспомнил. Есть некоторые машины такие же, с черной крышей. Это уже комплектация Z2Tone. Идем дальше назад. Посмотрим, что у нас тут. Не менее стильно у нас выглядит задняя часть автомобиля. Также присутствуют парковочные сонары. Очень хорошо светит заднее освещение. Багажник. Объем багажника 407 литров. Ну, не сказать, что он такой маленький, ну и не сказать, что он такой большой. В принципе, чемодан большой сюда влезет, коляска, в принципе, сумочки никаких таких. Есть еще такой подпол. У нас имеется тут полноценная докатка. В некоторых автомобилях, ну, тут японцы уже сами выбирают. Это опции производителя. Вместо вот этого колеса может быть просто свободная ниша. И у них будет ремкомплект. В данном экземпляре у нас тут есть докатка. Но если вам покажется мало багажного отделения, можно сделать сложить спинки заднего ряда. И у нас практически получается ровный пол. В таком исполнении уже совсем много вещей можно перевозить. Что-то на дачу, с дачи, ездить по магазинам, закупаться. Все это можно сюда складировать. В принципе, с внешней частью мы разобрались. И теперь переходим в салон. Там ждет вас очень много интересного. Пожалуй, самая изюминка, наверное, кроется в его салоне. Очень многофункциональный автомобиль. Современный, сверх напичканный. Пойдемте. Мы находимся в салоне автомобиля. Что касаемо ключей, здесь у нас полный комплект. Два ключа иммобилайзера. Такие вот брелки. А также у нас вот имеется автозапуск. Это автозапуск тойотовский. Оригинальный от Toyota. Можно запустить автомобиль дистанционно. Это хороший бонус для нашего клиента. Потому что не все автомобили приезжают вот с таким вот автозапуском. Это, видимо, дополнительная опция, которую хотел именно японец, который заказывал себе данный автомобиль. Идем дальше. У нас... Я вот настроился. Мне сейчас сидеть очень удобно. В принципе, я не чувствую себя за рулем какого-то маленького компактного кроссовера. В принципе, нормально. Итак, у нас тут кожаный руль. Это именно характеризует комплектацию Z. Есть такая белая строчка. Очень удобный хват. Современный руль. И вы не представляете, какое количество кнопок здесь представлено. На этом руле 22 кнопки. Я такого еще нигде не видел. Я сам немножко в шоке от этого. Тут нереально много кнопок. Что касается табло. У нас тут стоит дисплей. Он меняется. Есть 4 режима. Каждый сам может настроить под себя. Здесь очень все хорошо, грамотно прорисовано. Не скучно. Очень современно это все выглядит стильно. Смотрите, как у нас хорошо, красиво отрисовано табло. Здесь показывается информация. Литр на 12,5 км расход. Остаточный запас хода. Очень много функций. Здесь есть функция удержания в полосе. Функция адаптивного круиз-контроля. Здесь у нас показывается момент передачи на колеса. Это уже сообщение, скорее всего, о каких-то предупреждающих сигналах. Тут все у нас на японском языке. Возможно, при необходимости это также можно будет прошить. Но тут есть, смотрите, какая функция. Здесь есть 4 режима выбора табло. Смотрите, как красиво. Второй режим. Третий режим. Четвертый режим. Не скучно? Каждый найдет под себя свой собственный режим, и это будет радовать глаза. Здесь у нас скорость, бензин, пробег. Ну, обычно все люди выставляют расход. Либо момент на колеса. Далее, перед нами центральная панель приборов. Здесь у нас большой монитор. Соответственно, у нас в комплектации Z имеется камера кругового обзора с траекторией движения. Но в некоторых комплектациях камеру кругового обзора именно в комплектации Z не бывает. Почему? Потому что это доп-опция. То есть, если японец заказывает себе с завода автомобиль, он может включить это в комплектацию, и у него это будет. Что касается интерьера, дизайн выполнен очень даже интересно. Вот эти вот угловатые формы, вот эти вот дефлекторы. Вот как это все тут организовано. Ладно, к ним мы еще вернемся позже. Климат-контроль у нас кнопочный. Функционал понятен, ничего сложного. Все стандартно, как в обычной машине. Селектор передач у нас обычный. Можно управлять автомобилем в ручном режиме, повышать, понижать передачи. У нас имеется такая вот ниша для телефона. Тоже довольно-таки удобно, все находится под рукой. Имеется у нас также прикуриватель, подогрев именно передних сидений. Это характерно именно комплектации Z, а также USB разъем. Идем дальше. Сидение у нас ярко выраженной боковой поддержкой. Есть такая строчка красная. Сидится очень даже неплохо. У машины пробег 53 500 километров. В принципе, для такого пробега боковины не просижены. Все хорошо, качественно здесь все сделано. Есть такой вот бардачок, документы. Очень стильно у нас выглядит вот этот дефлектор. Обдув. И в летнее время будет очень хорошо пить энергетические напитки, какие-то прохладительные напитки. Ведь кондиционер будет охлаждать напитки, которые вы сюда положите. Это тоже очень удобно сделано. А также у нас в боковых картах есть также подстаканники. Бутылки можно ставить. У водителя также присутствует свой личный подстаканник. Также летом пить прохладительные напитки очень удобно. Здесь у нас находится управление именно стеклоподъемниками, блокировка дверей, управление зеркалами боковыми. Что касаемо пластика, пластик, да, немножко дубовый. Ну а что, как бы машина не люксовый сегмент, машина бюджетная. И в принципе за свои деньги это более чем достаточно. Автомобиль очень умный. Автомобиль очень насыщенный, технологичный. Здесь имеются такие вот помощники пассивные, как датчик предотвращения столкновения. Здесь у нас активный круиз-контроль. Можно следовать за впереды идущим транспортом, автоторможением и тому подобное. Парковочные сонары. Автомобильное отключение двигателя на светофоре, чтобы сэкономить еще больше топлива. Подогрев зоны дворников. Задние противотуманные фонари и антиюз. Сам радар, соответственно, находится здесь сверху лобового стекла. И он собирает всю информацию, которую увидит, допустим, это вот именно Toyota Safety Sense. Наши козырьки представлены таким образом. Здесь освещения нет, здесь есть просто зеркало. Что касается пассажирского, у пассажира также имеется зеркало. И не менее интересная такая фишка именно на данном автомобиле. Раньше в Toyota я не встречал. По крайней мере, старше 5 лет на автомобилях. Здесь имеются датчики пристегивания ремней. То есть по салону, если кто-то не пристегнут, можно сделать замечание, чтобы пассажир пристегнулся. Бардачок у нас не такой большой, не такой широкий. Но, в принципе, какие-то вещи туда положить. Возможно, ручки, блокноты, какие-то документы, может быть. Также имеется тут зона для телефона. Скорее всего, вот это именно для телефона водителя или пассажира. И здесь тоже есть зона, чтобы положить телефон. Удобно. Телефон помещается очень большого размера. Может тут хорошенько поместиться. Также со стороны водителя и со стороны пассажира есть такие ниши. Складывать тоже какие-то предметы. Итак, вроде бы у нас компактный кроссовер. Должно быть тесно, но на самом деле нет. Я сижу сам за собой, у меня рост метр семьдесят пять. В принципе, у меня еще сантиметров пятнадцать есть до переднего сидения. В принципе, это тоже хороший такой плюс. Ну, не ощущается, что ты сидишь в какой-то маленькой машине. Да, это не полноценный кроссовер. Это компакт-кроссовер. В принципе, ездить можно. Эта машина найдет своего покупателя в любом случае и будет очень популярной. У нас имеется два таких USB порта для зарядки телефонов, гаджетов, планшетов для задних пассажиров. Кармашек. Небольшой итог про задний ряд. Я думал, тут будет немножко тесно, но на самом деле нет. Как вы видите, места хватает достаточно. Но если сюда сядет три взрослых человека, соответственно, будет тесновато. Скорее всего, для какой-то поездки, для четырех взрослых людей этот автомобиль пойдет идеально. Ну и так, резюмируя салон, вообще, какие впечатления у меня от салона, от этого автомобиля? Да, местами есть такой дешевый пластик, но это все компенсируется ценой данного автомобиля, о которой вы узнаете чуть позже. Как обустроен этот салон? Дизайнеры постарались интерьер сделать таким интересным? Вы сами видели приборную панель, сами видели большой дисплей, дисплей информационный для нато-бло водительском. Это тоже очень интересные вещи. Тут есть подогрев сидений, 22 кнопки на руле, это просто фантастика. То есть, всем, чем должен обладать современный автомобиль, данный автомобиль эти функции все имеет. И это тоже о чем-то говорит. Ну, давайте поедем уже прокатимся, перейдем к делу. Посмотрим ощущения от вождения, какие у меня будут. Я не водил этот автомобиль сам. И сегодня я сяду за руль этого автомобиля впервые. И за все это время я впервые почувствую динамику этого автомобиля. И попытаюсь это передать вам на камеру. Погнали! А, кстати, я вам не показал одно. Здесь хотел настроить уже руль под себя, да? И хотел отрегулировать его по вылету, но по вылету он, к сожалению, не регулируется. Ну, остается удовольствоваться тем, что есть. В принципе, самая верхняя позиция руля для меня оптимальная. Итак, мы выехали из нашей локации, где снимали обзор на этот автомобиль. Это находится на острове Русском. Сюда доехать далековато, но тут есть такие неровности. Дорога, гравий. Машина справляется с этими неровностями очень даже хорошо. Мягкая подвеска, это чувствуется. Но у Тойоты есть такой... Именно с этой машиной, не знаю, с чем это связано. У этих автомобилей есть болячка. Болячка кроется именно во втулках стабилизатора. Мы очень много таких машин привезли. И каждая машина имела характерный стук именно во втулках стабилизатора. Это вроде такая мелочь. Ну, Тойота, ну что вы такие мелочи выпускаете? Неприятно. Ну и с одной стороны это недорого. Можно это устранить легко, быстро. Что касается шумоизоляции. Да, тут чувствуется то, что шумоизоляция немножко слабоватая. Но это устранимый недостаток. Ну, устранимый недостаток можно устранить. Каким образом? Это зашумить салон, зашумить арки, зашумить торпеду. Ну, про торпеду она не скрипит. Ничего тут не бегает, не гуляет. Все довольно-таки взбито. Очень даже неплохо. У машины пробег 53 тысячи километров. Еще раз напоминаю. Руль у нас не затертый. Кожа очень качественная. Ну, прям серьезно, очень качественная кожа. На многих автомобилях класса Харек, например, Тойота Харек, руль у них бывает уже стертый на 15 тысячах, на 20 тысячах километров. Вот тут такого не чувствуется. Тут прям, не побоюсь этого слова, ну, скорее всего, километров, тысяч, двести километров этот руль нормально отъездить, и никаких следов не будет. Ну, действительно, очень хорошо исполнен руль. Динамика хорошая на старте. Турбина дает о себе знать. В принципе, нормально. Ага, хорошо. Это нам передают сигналы, спереди идущие коллеги. Не, ну, динамика. Мы выехали на асфальт. Вот, смотрите. Это был разгон с 40 до 100 дней. Динамика внушает вообще, вот серьезно. Вот кто бы что ни говорил, литр для этого автомобиля. Ну, соответственно, да, если бы это был атмосферней какой-нибудь, то обычный КР, например, да, то да, это маловато. Но, тем не менее, эти моторы любят, ездят на них. Они экономичные. При должном обслуживании эти автомобили долго проходят. Это, конечно, не такие большообъемные, не такие надежные. У них ресурс прочности не такой, как у двухлитровых, например, у трех с половиной литровых автомобилей. Но, тем не менее, для литра вполне. Вот мы сейчас на гору сбираемся. Динамика хорошая, очень даже. Да, здесь бы шумку сделать, шумоизоляцию салона, арок. Ну, торпеды, думаю, не обязательно. Тогда в этой машине будет прям как в бункере тишина и спокойствие. Вот вообще. Тем более для нашего холодного региона шумоизоляция, она в зимнее время еще играет небольшую роль как утеплитель. Поэтому в зашумленных автомобилях зимой очень даже уютно, комфортно. И печку ты включаешь, не на всю катушку. Ну, чувствуется валкость автомобиля. Да, он немножко узкий. Примерно многие вот задаются вопросом о продолжении какого автомобиля вот сейчас занял Toyota Race, например, Daihatsu Rocky и тому подобное. Ну, скорее всего, больше по габаритам он похож на Toyota Rush, на Daihatsu B-Go. Оу, пятидверные автомобили. Раньше были Toyota Terrius Kit и... А, Daihatsu Terrius Kit и Toyota Cammy. Многие сравнивают эти автомобили именно с этими автомобилями. Еще есть такая небольшая особенность именно на Toyota. Если мы смотрим в максимальной комплектации Z, как у нас на обзоре, у нас имеется четыре камеры кругового обзора. В некоторых комплектациях Z максимальных этих камер не бывает. Это опционально. Если японец захотел камеру, он ее купил с камерами. Если без камер хочет немножко сэкономить, соответственно, машина будет без камер. Дальше. Daihatsu, наоборот, ситуация совсем аналогичная, вообще противоположная. У Daihatsu, как у родоначальника вообще этой модели, она оставила за собой право устанавливать камеры полностью в круг на всех максимальных комплектациях, которые называются Premium. А также у Daihatsu на максимальных комплектациях, у них комбинированные сидения, то есть с кожей, получается практически кожаный салон. Боковины кожаные, центральная часть у этих автомобилей будет тканевая. И поэтому, когда вы определяетесь с автомобилем, присмотритесь к автомобилю Daihatsu Rocky, потому что они на аукционах уходят немножко дешевле, чем Toyota. Тут, понятное дело, то, что за Toyota нужно чуть-чуть переплатить. Но если поставить эти две автомобиля, эти два автомобиля рядом друг с другом, убрать их логотипы, Daihatsu будет намного богаче. Ну что, наш сегодняшний обзор приходит к логическому завершению. И сегодня хотелось бы сделать некие выводы, касаемые этого автомобиля. Перед тем, как начать снимать обзор, мы посмотрели комментарии, которые льются вообще в адрес этого автомобиля. Не только у нас, не только на нашем канале, на нашем инстаграме. Ну, в целом, многие люди предполагают, что данный автомобиль совсем не едет. У него плохая динамика, разгон до сотни там в рамках 20 секунд и тому подобное и прочее. Но мы сейчас развеем эти сомнения, потому что впервые я сегодня сел за руль этого автомобиля и сразу же почувствовал его взрывную мощность. То есть, а, один литр турбо дает о себе знать прям с первых секунд вождения этим автомобилем. Мы не стали разгонять этот автомобиль до 100 километров с нуля, потому что этот автомобиль принадлежит нашему клиенту. Это было бы неправильно с нашей стороны. Ну, а мы посмотрели весь YouTube, посмотрели информацию. Она есть в открытых источниках. Можете сами тоже посмотреть разгон данного автомобиля. И он не выходит за рамки 10 секунд. Конкретный разгон 9,5 секунд до сотни у этого автомобиля. Такой же расход имеет всеми любимая Toyota Allion, Toyota Premium с объемом двигателя 1,8 литров. Один в один. Вот теперь, типа, вот этим все сказано как бы, да? Машина едет, машина динамичная, шустрая, быстрая. А большего и не надо. Этот автомобиль не создавался для скоростей каких-то там сверхъестественных. Это не спорткар, это такой кроссовер, компакт. То есть его цель и задача совсем в другом. Ресурс данного двигателя, многие пишут, что он маленький. Я соглашусь с этим частично. Но учитывайте тот факт, что автомобили вы покупаете из Японии с пробегами до 50 тысяч километров. При должном своевременном обслуживании эти двигатели отъездят и 100, и 150 тысяч километров без никаких либо проблем. Теперь вопрос. За какое время вы проедете 100 тысяч километров? Это уже индивидуально зависит от каждого владельца, будет ли он следить за двигателями или нет. Ну и на крайний случай, если что-то случилось с вашим двигателем, стоимость двигателей на данный автомобиль на текущий момент составляет около 50 тысяч рублей. Недорого. Еще к минусам автомобиля можно отнести слабую шумоизоляцию. Да, шумоизоляция тут действительно плохая. Слышно арки, слышно улицу. Тем не менее, когда мы видели, чтобы Toyota на бюджетные машины делала хорошую шумку? Такого не было никогда. И просто жители Дальнего Востока, в том числе и наши регионы, другие регионы, с этим просто смирились и привыкли. Некоторые могут доосносить этот автомобиль путем шумоизоляции салона, арок, потолка, дверных карт и пола. И эта проблема исчезнет просто. И будет вообще сказка. Дальше. И такой момент неприятный. Да, вот Toyota. Вопрос к вам. Почему на ваших автомобилях, конкретно Toyota Race, Daihatsu, Rocky, пробегом 20-30 тысяч километров. Вот мы 20 машин завезли. И вот с 90% вероятностью у этих автомобилей есть болячка. Болячка заключается вот в этом. Это втулки стабилизатора. Они реально очень слабые, пластиковые. Почему Toyota? Вы допустили такой маленький-маленький минус. Вот я этого не понимаю. И практически все машины наши, они приходят именно с такой проблемой, с такой бедой. Но тем не менее, эта беда не такая уж большая, потому что эти втулки можно поменять на резиновые. Стоимость этих втулок не критичная. Вообще с заменой это встанет где-то в 2-3 тысячи рублей. Меняем втулки, ездим, наслаждаемся, катаемся. Все круто. Все вышеперечисленные минусы покрывает один жирный плюс. Это, конечно же, цена за такой автомобиль. Стоимость этого автомобиля для нашего клиента 1 518 000 рублей. Стоит учитывать, что цена зависит от комплектации и от вида привода. В данном контексте у нас полный привод, максимальная комплектация Z. Но в базовой комплектации XS на переднем приводе эти автомобили можно купить за 1 100 000, 1 150 000 рублей. Ну а цены в наличии в России на данный автомобиль на Дроме. Смотрите, здесь мы прикрепим. И это нереально высокие цены. И, пользуясь случаем, хотим выразить большую благодарность нашему клиенту, который предоставил нам данный автомобиль на обзор. Айял, надеюсь, он хорошо отдыхается в Таиланде. Спасибо вам большое. Машина в целости и сохранности стоит и ждет вас. Ну и, друзья, не бывает плохих машин, бывают плохие цены. С вами была Автомания. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok